Микропластик Люди, ни о чем не догадываясь, потребляют около 330 микрочастиц пластика ежедневно. Он содержится в воде, идее и в воздухе. Как он попадает в организм человека и в самые отдаленные уголки планеты, мы решили спросить эксперта. Это частицы менее 1 мм, а некоторые исследования указывают, что это менее 5 мм. Получается микропластик путем разрушения крупных частиц пластика под действием различных факторов, к которым относятся климатические факторы, физические явления. Несколько лет назад также было обнаружено швейцарскими исследователями загрязнение микропластика горных вершин. В Эвересте в данном случае, скорее всего, попадает микропластик путем передвижения вместе с людьми. То есть там наибольшая концентрация микропластик была обнаружена около зон расположения лагерей альпинистов. Для того, чтобы бороться с микропластиком, для начала следует утилизировать хотя бы обычный мусор. В городе все достаточно просто. Переработкой мусора занимаются мусоросжигательные заводы и фабрики. Однако на природе в суровых климатических условиях все гораздо сложнее. Узнаем, кто занимается чисткой мусора в таких труднодоступных местах, как горы, в частности на Эвересте. Существуют и со стороны Китая, и со стороны Японии такие волонтеры, которые приезжают исключительно с целью, чтобы собрать мусор у подножья. Требуется специальная подготовка, потому что начиная с 4000 метров, содержание кислорода в воздухе уменьшается. И поднимаясь на Эверест, необходимо постепенное привыкание. Очищать планету от мусора и отходов необходимо. Хотя бы потому, что загрязнение окружающей среды оказывает прямое воздействие и на самого человека. Выясним, как микропластик вредит здоровью. На микропластик и саму пластмассу оседают загрязняющие вещества, адсорбируются. Таким образом, они также проникают внутрь живых систем. Микропластик попадает в желудочно-кишечный тракт маленьких детей даже.